Перед нами монеты Латвии. Один лат, на котором изображено кольцо Намейса. Это у нас одно из самых распространенных украшений балтов. В основном, конечно, мужчины носят одно из самых распространенных украшений балтов. Чаще всего кольца носят мужчины, однако не отказываются от них и женщины. Кольцо Намейса находили при археологических раскопках, в частности, в Латгалии и в городе, на берегах Даугавы. Предполагается, что в прошлом эти кольца представляли собой значительную ценность. Обычно их делали из серебра. С именем Семгальского вождя Намейса кольцо стали связывать в 30-х годах 20-го века, когда такие кольца были найдены в городище Даугмале. После этого копии колец получили широкую известность в обществе, которую только увеличил роман Александра Грина кольцо Намейса. Такая вот, так скажем, монетка. Сделан, значит, медный никелью и сплав, покрытый мельхиором. Год выпуска 2009 год. Номинал 1 лат, тираж 1 миллион штук, качество пруф, вес 4,8 грамма, диаметр 21,75 миллиметра. Художник, значит, Ильзе Либете, а изготовление матрицы Байба Шимя. Ну вот, монетный двор, где его выпустили. Штат-триличие Мюнзе, Берлин. Вот такой вот монетный двор. Если с этой стороны повернуть, значит, большой латвийский герб. Сверху написано, значит, Латвия Республика. Год, вот здесь вот год написан. Гурт рубчатый, а вернее, на гурте написано Банта Латвия. И разделены ромбическими точками. Вот такая вот прелесть монетка. Ну что ж. По монете, пожалуй, наверное, всё. Есть немножко времени. Можно как бы анекдоты на тему, чуть-чуть грамм-грамм, но латышами похихикать. Вот у кого какие шутки. Самый сальный, значит, у украинцев. Самый чёрный, у эфиопов. Самые медленные, у латышей. Самые взрывные, у минёров. Самые тайные, у спецслужб. Самые глубокие, у долазов. Самые тупые, у лесорубов. Самые крутые, у яиц. Самые ударные, у боксёров. Самые сухие, у памперсов. Самые плоские, у асфальта, у кладчиков. И самые-самые, у самок. Стоят, значит, на посту два горячих латвийских гаишника. Старшему, значит, приспичило. Я пойду отолью. Тут только пока по карауль. Отходит в кусты. Младший, значит, с радаром целится в машины. Мимо прилетает иномарка на бешей скорости. Младший, увидев показания, радар кричит. Он превысил скорость. Что делать? Ну что же ты стоишь? Стреляй. Значит, выстрелил. Бах, 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 бах. Не в меня стреляй. По колёсам стреляй. Опять бах, 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 бах. Нет, не по нашим колёсам. Летит хохол в самолёте. Есть сало. Подходит к нему латыш. Что это у вас? Это сало. Но вы его есть не будете. А почему? Або я не дам. Аплодисклина. Один, значит, мужик прогуливается по набережной, Слышит крика помощи. Подходит к берегу, Видит там второго мужичка, который в реке тонет. Помогите, помогите, help. Слышь, мужик, а ты латышский язык учишь? Учу, учу, помогите. Ну так вот, плавать надо было учиться, а не языку. Слышь, мужик, а ты латышский язык. Граница латышей и России. Таможенник проверяет паспорт у латыша. Уважаемый, а у вас паспорт бездатый? Да, да, у меня пистатый паспорт. Уважаемый, а у вас паспорт бездатый? Продолжение следует... Один латыш говорит другому, у тебя кмар на щеке. Ну, это значит, которому сказали, со всей дури лупит в себя ладонью по щеке. Да нет, с другой стороны. Он засовывает себе вроде два пальца и бьет по обратной стороне щеки. Ну и, кстати, вот латышские ученые недавно совсем изобрели колесо. Пожалуй, наверное, и все на сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует...